Здравствуйте, дорогие друзья. Эта глава, недельная глава о потопе, она, наверное, самая актуальная для нас сегодня. Она описывает этап истории мира и человечества, который представляет собой постепенное скатывание в пропасть хаоса и саморазгрушение. С тех пор и до наших дней человечество практикуется убивать, грабить, забывая Творца. В период, который описывает наша недельная глава, чаша терпения Всевышнего переполнилась, и он навел на землю Великий Потоп. Так устроен этот мир, что суд является неотъемлемой частью нашего созданного мира. И поэтому его загрязнение, духовное в первую очередь, и приводит к отрицательным результатам. Можно было предложить Всевышнему, например, что вообще отказаться от использования суда. Пусть люди живут без страха наказания, возможно, сумеют со временем взрастить в себе разумное, доброе, вечное. Для того, чтобы продемонстрировать всю несостоятельность такой точки зрения, можно всмотреться в поколение Великого Потопа. Тысячи лет люди жили сами, предоставленные самим себе, и не чувствовали на себе руку хозяина и царя. Результат этой безнаказанности был самым плачевным. Человечество совершенно утратило представление о законах, превратилось, ну, как говорили мудрецы, в человекоподобную грязь. И Тора и извратила земля перед Богом, и наполнила земля кривдой. Написано, что дальше. И вот увидел Бог землю, она извратилась, и всякая плоть, и так далее, и тому подобное. А грязь и нечистоту, как известно, смывают водой. Поэтому, когда плотина суда была прорвана, годы, вот, воды Потопа, они затопили все, и на целые годы, там, ой, страшно сказать, показав, что путь неограниченного милосердия ведет к полной деградации человечества, Всевышний предложил иной порядок, сегодняшний. Теперь суд и милосердие будут уравновешивать друг друга. Если в первом мире, там, Адама, в мире Адама, решение принималось Богом, и работал суд, во втором, вот этот кусочек до Потопа, решение принимал человек, и работало милосердие, то теперь работают оба рычага. Но этот эксперимент не безграничен. Если Бог увидит, что дарованное человеку милосердие, прощение, там, возможность стать, начать все сначала, не работает, то он может опять поменять этот мир. Казалось бы, вот, ничего необычного. Любая лекция духовная, изучение Торы, урок, даже наш, может принести спасение в мир. Каждый человек, который пытается сегодня принести в мир духовность, является соучастником очищения мира. Я думаю, что на весах у Бога все иначе. Например, такие люди, я не знаю, ну, как Раф, там, Исаак Абрамович Коган из синагоги Бронной. На весах Бога этот человек весит тысячу раз больше, чем любые, там, кажущиеся праведники, там, политики или работники культуры. Мне кажется, что только слепой может не увидеть, что мы с вами находимся в том же периоде. Причем уже начался этот потоп, но пока только начался. Мудрецы говорят, что поколение могло остановить потоп. Могло. Надо было раскаяться и что-то изменить, а значит, шанс есть и у нас. И поэтому говорят духовные лидеры поколения. Самое страшное сейчас, наверное, остаться равнодушным. Самое страшное остаться просто в стороне и ничего не делать. И вот это вот прямой урок нашей недельной главы. Знаете, такая картина, собака лаяла. Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъерушенный котенок и жалобно мяукал. Недалеко стали два мальчика и ждали, что будет. В окно выглянула женщина, увидела, выскочила, отогнала собаку и крикнула мальчикам, как вам не стыдно. А почему стыдно, говорят мальчики, мы же ничего не делали. Вот это и плохо, сказала женщина. Бывает так, что ничего не сделать намного хуже, чем любое злое дело. И часто вследствие равнодушия нам приходится расплачиваться хуже, горше, чем со злодеями. И еще, надо работать сегодня на результат. Не просто поразмышлять о добрых делах, а добавить 5-10 минут каждый день для занятий. Не просто посочувствовать миру, а помочь кому-то, пожертвовать. Не обязательно деньги, можно время. Но что-то сделать. Знаете, короткая история, встречаются два менеджера по продажам. Один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, отлично. Сделал 50 холодных звонков, написал 70 сообщений в WhatsApp, выставил рекламу в Telegram, выслал новые коммерческие предложения постоянным клиентам по электронной почте, сделал презентацию в PowerPoint, стратегически наметил план, там ни одной минуты свободной, а ты как? Он говорит, я тоже ничего не продал за целый день. То есть мораль очень простая. Все действия, которые описывал тот условный менеджер по продажам, они, может быть, и важны. Но в продаже важен результат. Давайте концентрироваться на основных целях. Давайте поймем, что сегодня надо что-то делать. Браха ва цлаха. Продолжение следует...